С новосельем сетевики поздравляют столичных полицейских. Сотрудники ДВД района Байконур переехали в новое здание. Теперь место прописки бывшая пятизвездочная гостиница на проспекте Абайт. Здравствуйте, вы смотрите программу Блогеры 2.0. Ведомство с начала года рассматривало вопросы о передислокации департамента внутренних дел города в отель со спа, рестораном и номерами повышенной комфортности. Ранее президент лично отмечал, что для улучшения обстановки в столице решается вопрос о передаче департаменту большого здания. И вот о переезде объявил сам министр Касымов. Можете сегодняшнюю дату записать как день рождения района Байконур и ДВД Астаны. Только что постановлением принято решение о передаче отеля в собственность Акимата. Но Акимат уже принял решение о передаче его ДВД. Департамент переедет в новое здание. Мы там сейчас начнем ремонт, обустроиться надо, так как функционально не подходит. На что соцсети отреагировали быстро. Будто карауля пользователи выкладывали в сеть фотографии, как из здания вывозят мебель, меняются таблички. Лимузины, полиция, отель. На дверях отеля появилась табличка УВД района Байконур. Столичные полицейские станут единственными не только в Казахстане, но, возможно, и в мире, как получившее в служебное пользование огромное здание пятизвездочного отеля со всеми удобствами. Не совсем удачное место выбрали. Парковка небольшая. Теперь вся улица Абая односторонняя, к тому же, будет забита авто. Суд района Алматы напротив стоит. К нему давно не подъехать. Молодцы, МВД. Очень удачное место. Акимат может выезжать, заезжать с улицы Абая. МВД может выезжать, заезжать на улицах Сифулина и Умарова. Для парковки и гаражей для специальных машин. МВД возле здания очень большой парк. Чуть-чуть переделать и готово. За 20 лет Астаны ДВД впервые заселится в новое здание. И с чем вас, столичных полицейских, и поздравляю. Успехов вам в работе. А бассейн и другие удобства куда денут? Не забывайте, в полиции тоже люди работают. Бассейн – это хорошо. Пускай занимаются, если на это будет время. А заниматься, судя по следующему видео, время у столичных правоохранителей есть. Полицейские продемонстрировали свою физическую форму. Они отжимались в бронежилетах прямо на асфальте. Один из стражей порядка отжимался с девушкой на спине. После чего бросил вызов алма-атинским коллегам. Данный челлендж мы передаем полицейским ДВД города Алматы. О, наши казахстанские полицейские лучшие в мире. Ура! Делать нечего. Лучше бы отправили их вечером в районы города. Это наши друзья, знакомые, соседи, братья, сыновья. Можно же поддержать. Стараются. Полицейские тоже являются частью нашего общества. За последние несколько лет Южная столица стремительно меняет свой облик. Появляются новые пешеходные улицы, обустраиваются места для прогулок и отдыха, высаживаются деревья. Власти города решили на этом не останавливаться и выложили в общий доступ планы по реконструкции центра города в ближайшем будущем. Представленные эскизы черновые. Нужны для того, чтобы жители Южной столицы могли высказать свое мнение относительно проводимых реконструкций. Планируется установка новых фонарей, скамеек, урн, уличной мебели и малых архитектурных форм. Колористические решения фасадов и зданий, а также проектные предложения и визуализации изображены с наложением на существующие дома и улицы. К тому же устроители обещают не только не уменьшать количество зеленых насаждений, а делать все для того, чтобы их число росло. Да нормальный план, но, как вы сказали, хватит вылизывать центр, надо бы и другие районы тоже улучшать. Да центр и в таком виде нормальный. Главное, рычную систему нормализовать, чтобы не пахло. И в реке дороги не смывали. Ну, на рендерах выглядят вполне неплохо. Посмотрим, как будет на деле. Лучше бы номера домов и вывески везде сделали, а то обновят фасад, и номера дома на них нет. Бывает, ищешь, ищешь нужный дом и бегаешь. Я, конечно, знаю, что нумерация идет снизу вверх почти у всех улиц, но Красногвардейский тракт и далее на восток нумерация сверху вниз. Перпендикуляры нумеруются с востока на запад, то есть от Ленина к Саина. Но номера на домах нужны, а в некоторых районах нижних вообще и названий улиц бывает нет. Там новых улочек много и путаница. Город меняется. Если раньше я знал город на отлично, то ныне с новыми жильцами я, бывает, путаюсь. Можно сказать, что город развивается, меняется его облик, он становится более современным и удобным, сохраняя при этом свой уникальный дух и атмосферу. И на этом у нас на сегодня все. Если вам есть, что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете. Редактор субтитров А.Семкин